Депутат Государственной Думы Депутат Государственной Думы Мы, естественно, занимались на этой неделе приемом граждан и в том числе в программе посещения районных центров. И наиболее запоминающиеся события я хотел бы сегодня с вами обсудить, потому что когда мы едем и встречаемся с людьми, посещаем те или иные заведения, учреждения, то мы таким образом получаем информацию с места. И на сегодняшний момент я столкнулся с проблемами в ряде районов, которые буду в ближайшее время стараться решить. Но наиболее заметное это вот посещение в Спаске базы Олимпия. О чем идет непосредственно речь? Это база, которая действует с 1976 года. На этой базе готовятся наши спортсмены в таком виде спорта, как гребля на байдарках и каное. Буквально недавно наш рязанец, молодой человек, Луканцов Евгений, стал чемпионом Российской Федерации в данном виде спорта, который проходил чемпионат в Краснодаре. И вот получается такая неприглядная ситуация, что эту базу выставляет на продажу профсоюз, которому она принадлежит, в связи с тем, что те денежные средства, которые выделяются на каждого ребенка, занимающиеся на этой базе, недостаточно для того, чтобы эту базу содержать. Сумма для этой базы вполне приемлемая – 15 миллионов рублей. К сожалению, в бюджете Рязанской области не находят таких денежных средств для того, чтобы приобрести эту базу, взять ее полностью на баланс бюджета Рязанской области, для того, чтобы сохранить эту уникальную базу, которая находится на берегу реки Старица, реки Ака, Старица, реки Ака. Уникальность заключается в том, что есть соответствующие требования к гребным каналам, на которых занимаются ребята, готовятся спортсмены. Это и плотность воды, ну и, соответственно, отсутствие волн, потому что очень высокие берега и прямая линия 5 километров. То есть это единственная уникальная база своего рода не только в Рязанской области, но и в Центральном федеральном округе, где могут готовиться спортсмены по данному виду спорта. Если эту базу приобретут предприниматели, а я думаю, что эта цифра, сумма денежных средств, она вполне посильна каким-то московским предпринимателям, которые захотят там организовать коттеджный поселок, присты для своих ягод, то мы, конечно же, не сможем заставить их сдавать эту базу, так, частных собственников сдавать эту базу для наших нужд. Поэтому на сегодняшний момент на мое имя, как депутата Государственной думы фракции ЛДПР, поступило письмо от родителей, где подписалось около 700 человек. Родители просят обратить внимание Министерства спорта Российской Федерации, правительство Рязанской области на эту проблему. И я буду стараться добиться того, чтобы правительство Рязанской области рассмотрело вопрос о приобретении данной базы, для того, чтобы она встала на полный баланс обеспечения рязанского Минспорта, для того, чтобы сохранить возможность наших спортсменов заниматься и готовить очередных спортсменов в данном виде спорта. Конечно же, мы можем сказать о том, что бюджет Рязанской области скуден, что есть много других проблем. Но я хотел бы привести пример, что на профессиональный спорт в нашем регионе выделяется более полумиллиарда рублей ежегодно. У нас есть футбольные, хоккейные, волейбольные, баскетбольные команды. К сожалению, там не такое большое количество рязанцев вообще выступает за эти клубы, но там выделяются серьезные денежные средства. Строятся физкультурно-здоровительные комплексы в районах Рязанской области. Кстати, ко мне обращались в свое время жители Спасского района. Я направлял депутатский запрос на имя министра спорта и потом получал ответ о том, что министерство спорта готово выделить необходимые денежные средства для строительства ФОКа в Спаске. Затем работа была проведена и отработала в том числе и программа федеральная, и министерство спорта Рязанской области соответствующие документы предоставили. Деньги были выделены, ФОК был построен. И все ФОКи, которые существуют на территории Рязанской области, они находятся на балансе областного бюджета. Они содержатся. Не все ФОКи самоокупаемые, многие датируются, в том числе и Ледовый дворец. Это нужно, это надо делать. И я думаю, что в бюджете Рязанской области найдутся средства для того, чтобы сохранить эту уникальную базу, чтобы наши дети сохранили возможность заниматься своим любимым видом спорта. Тем более, они получают очень серьезные результаты. Поэтому мы будем стараться сохранить эту грибную базу. Второй вопрос, который оставил у меня неизгладимое впечатление, это посещение города Касимова. Говорят, что в Российской Федерации есть две столицы. Это Москва и Санкт-Петербург как культурная столица. Вот я хочу сказать, что по этой аналогии у нас тоже в Рязанской области есть столица нашего региона. Это прекрасный город Рязань с нашим прекрасным Рязанским Кремлем. А вот к культурной столице можно отнести город Касимов. Это уникальный город, где сплетаются культуры разных вероисповеданий и мечети, и православные церкви. И самое главное, огромное количество памятников архитектуры, зданий, которые представляют действительно уникальную ценность, являются памятниками федерального значения. Но если вы пройдете по набережной города Касимова, если вы подойдете к торговым рядам, которые находятся в крайне критичном состоянии, они разрушаются, они находятся в запущении. Поэтому я также услышал обращение жителей города Касимова. Я считаю, что нам необходимо всем вместе и на федеральном уровне, и на региональном уровне прилагать максимум усилий для того, чтобы привлечь необходимые инвестиции, для того, чтобы все-таки все памятники, которые существуют не только в Касимове, но и в Рязанской области находились в достойном состоянии. Во-первых, это привлечение дополнительных инвестиций в регион. Во-вторых, это возможность привлечь дополнительное количество туристов. Мы все-таки находимся в 200 километрах от Москвы. Мы можем рассчитывать на то, что туристы будут приезжать в город Касимов, и если им понравится, они смогут приезжать вновь и вновь и привозить своих родных и близких. Я считаю, что город Рязань, Касимов, да и в целом Рязанская область могут конкурировать с городами Золотого кольца России. Кстати, АК впадает у Нижнего Новгорода в Волгу. Мы могли бы организовать очень серьезные маршруты туристические. И, конечно, те предприниматели, которые готовы вкладывать инвестиции для того, чтобы реставрировать памятники архитектуры, культуры, сохранять их первоначальный облик и при этом могут организовать свою деятельность так, чтобы это приносило им прибыль, необходимо создавать им все необходимые для этого условия. Я считаю, что усадьба братьев Баташовых, где раньше находился детский областной санаторий, это город Гусь-Железный Касимовского района, тоже я его посетил, тоже разрушается, находится в запущенном состоянии. Вот это вот оптимизация расходов, когда закрываются учреждения здравоохранения, но потом эти объекты, они не используются, никому не передаются. Да что далеко ходить город Рязань? Торговые ряды в центре города. Тоже здание, которое не эксплуатируется, оно приходит к негодности, разрушается. Бывшее здание училища связи, то есть здание бывшего училища связи, также разрушаются, я буквально два дня назад обследовал это здание, смотрел, растут деревья, здание тоже могло бы использоваться по назначению. Вот это вот неэффективное, нецелевое использование зданий, и на мой взгляд, когда начинают гореть, как это происходит в Касимове, здания архитектуры, памятники архитектуры, скорее всего, в этом кто-то заинтересован. Недобросовестные чиновники зачастую дают возможность спокойно разрушаться этим памятникам, для того, чтобы они потом вообще не подлежали восстановлению, чтобы можно было на этом месте построить какую-то коммерческую недвижимость. Причем хотелось бы обратить факт, что когда мы приехали в Касимов, как раз в этот день была ярмарка выходного дня. И вот пенсионерки под дождем стояли и торговали своей продукцией, овощами. Хотя рядом стоят три здания торговых рядов, которые разрушаются, колонны подперты брусьями для того, чтобы совсем стена не завалилась. Можно было бы отреставрировать, и туристы могли бы отовариваться в этих торговых рядах. И красиво было бы, и жителям Касимова было бы приятно. В Кораблино сегодня мы встречались в техникуме. Мы считаем, что сельское хозяйство для Рязанской области – это, конечно же, один из основных источников пополнения бюджета. И вот хотелось бы примечательный момент отразить, что некогда являлось монообразующим, градообразующим предприятием. Это Кораблинская фабрика, которая выпускала уникальные ткани. Сегодня это предприятие закрыто, к сожалению. Когда мы говорим о привлечении инвестиций, когда мы говорим о создании каких-то новых финансовых кластеров, мы должны понимать, что люди, которые сегодня приходят в наш регион и приносят свои инвестиции, мы могли бы их сразу направлять на те предприятия, которые уже существуют. Есть предприятия, есть цеха, необходимо закупать станки и выпускать продукцию. Соответственно, в этом плане нужно помогать. Ну и, конечно же, что касаемо моих встреч, я на сегодняшний момент в основном пытаюсь в каждом муниципальном образовании, в котором нахожусь, встречаться с молодыми людьми. Вы видите, что события в нашей стране происходят нелицеприятные, когда представители так называемой прозападной оппозиции выводят на улицу молодых людей и начинают все гадать о том, что нужно сегодня молодежи, какие интересы, чем молодежь привлечь. Да все очень просто. Молодежи нужен социальный лифт, уверенность в завтрашнем дне. Вот наши родители, которые часто говорят о том, что молодежь уже не та, они действительно заканчивали учебные заведения, получали специальность, приходили на предприятия. На предприятии им давали ведомственное общежитие. Через 5-7 лет они могли получить от предприятия ведомственное жилье. Сегодня молодые люди, которые выпускаются из учебных заведений, получают образование, они предоставлены сами себе. Молодые специалисты должны знать, что у них есть уверенность в завтрашнем дне. И мы сегодня приезжаем и узнаем у молодых людей, какие основные задачи они ставят перед властью. Конечно, надо дать молодежи возможность широкого представительства власти. Для них должна быть прозрачная и понятна система формирования власти. Необходимо проводить работу с молодежью, чтобы у нас будут выборы. 10 сентября 2017 года состоятся выборы нового губернатора Рязанской области. Об этом необходимо давать более широкую информацию в средствах массовой информации. Но параллельно с выборами нового губернатора Рязанской области состоятся и выборы, в которых они могут в том числе поучаствовать. Выборы в органы местного самоправления. Ведь сегодня баллотироваться на должность депутата сельского поселения можно с 18 лет. Почему мы молодежи не говорим об этом? Почему не проводим занятия? Вот мы молодым людям говорим о том, что мы готовы их выдвигать от ЛДПР. Они могут участвовать в жизни своего населенного пункта, своего сельского поселения. И самое главное, я рассказываю о тех законодательных инициативах, которые мы вносим. Мы вносим о том, чтобы минимальная пенсия составляла в Российской Федерации 15 тысяч рублей. Для молодежи это сегодня уже важно. Но в том числе важно для молодежи и стипендия. Сегодня она должна составлять не меньше полутора-двух тысяч рублей. Сегодня стипендия у студента составляет около 650 рублей, базовая. Но это деньги, которые абсолютно не отвечают тем потребностям, которые существуют у молодых людей. Александр Николаевич, очень много важных вопросов вы сейчас подняли. Но есть еще одна проблема, которая беспокоит рязанцев всегда. Но в этом году мы все чаще об этом говорим. Это проблема экологии. Вот каким образом вы видите решение этой проблемы в Рязанской области? Вы знаете, Владимир Вольфович Жириновский на эту тему уже на госсовете обозначал нашу позицию. Нам необходимо сегодня, чтобы год экологии в Рязанской области закончился хотя бы обозначением четких сроков и земельных участков, где начнут строиться мусороперерабатывающие предприятия. Земля должна использоваться для строительства жилья, либо для выращивания сельскохозяйственных культур. Когда мы в землю просто закапываем мусор, это не приносит пользы никому, в том числе и экологии, и окружающей среде. В том числе на мусоропереработке могли бы зарабатываться серьезные денежные средства, в том числе, которые пополняли бы и бюджет Рязанской области. Хотелось бы, чтобы в этом году, в год экологии, пример всем подал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Чтобы такие крупные предприятия, как нефтеперерабатывающий завод и прочие предприятия, которые, несомненно, стремятся, пытаются, либо декларируют о том, что они хотят минимизировать выбросы вредных отходов в атмосферу, на практике показали, что они тройным, а может быть, или в пять колец олимпийских, свое предприятие обсадили за свой счет зеленым ограждением. Чтобы крупные промышленные предприятия в Рязанской области будут проходить в субботнике, в преддверии майских праздников, 9 мая, сделали вот такие подарки тем муниципальным образованиям, где они, соответственно, работают. Потому что надо нести, в том числе, экологическую ответственность перед жителями тех муниципальных образований, где работают эти предприятия, извините, получают неплохую прибыль. В том числе и рязанские нефтеперерабатывающие заводы. Я думаю, что нам нужно добиваться. Что касаемо Рязанского регионального отделения ЛДПР, мы в ближайшее время проведем акцию, и мы сейчас ведем переговоры. Как только мы обсудим все детали и нюансы, мы хотим принять участие в лесовосстановительных работах, для того, чтобы принять участие и наших молодых активистов привлекать к этому. Да и, в принципе, всех рязанцев, школьников, студентов нужно к этому приобщать, что если где-то ведутся лесовосстановительные работы, где-то высаживаются саженцы молодых сосен или елей, необходимо в этом принимать участие абсолютно на добровольных волонтерских началах. Потому что для Рязанской области лес – это и экология, это и рабочие места, это и строительные материалы, это и приток дополнительной туристы. Поэтому мы заинтересованы в этом. И хотелось бы, чтобы действительно после завершения года экологии остались реальные плоды деятельности. Это мусоропереработка, это качественное сохранение и восстановление лесов. Но, естественно, мы должны думать о том, каким образом это будет влиять на подрастающее поколение. Александр Николаевич, я знаю, что в ближайшее время по районам Рязанской области вновь пройдет поезд ЛДПР. Расскажите, пожалуйста, когда он будет в Рязани и вообще какова основная цель этой акции? Ну, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз пригласить всех рязанцев, с семьями, чтобы они приходили 30 апреля в 20.00 на вокзале железнодорожном Рязань-1 будет останавливаться наш спецпоезд ЛДПР, на котором будут доставлены в том числе и сувенирные подарки. 1 мая, 9 мая. Мы хотели бы, чтобы у людей были максимально положительные эмоции. Понятно, что на нашу встречу приходят люди со своими проблемами. И мы, в принципе, для этого и едем, чтобы у людей была возможность к нам напрямую обратиться. Вот у меня есть возможность посредством вашей телекомпании обратиться к нашим телезрителям. Кстати, хотел бы обратить особое внимание, что мы едем по всей Рязанской области, и мы хотели дать объявление о том, что поезд ЛДПР останавливается в тех районах, где он будет проходить, и в какое время мы хотели дать эту информацию в районных газетах. Мы запросили такую возможность. Нам выставили счет на 1 миллион 720 тысяч рублей. То есть для того, чтобы мы дали информацию в газетах, в 10 районных газетах Рязанской области, которые полностью подчиняются правительству Рязанской области, это бюджетные учреждения, они полностью финансируются за счет бюджета Рязанской области, мы от партии ЛДПР хотели заплатить за объявление. Обычное объявление в районной газете стоит от 200 до 500 рублей. Для партии ЛДПР квадратный сантиметр в газете составляет 580 рублей. Это такой барьер, естественно, мы отказались от этого, потому что мы не можем потратить почти 2 миллиона рублей на то, чтобы дать объявление в 10 районных газетах. Вот у нас есть возможность через интернет. Поэтому надо заходить на сайт Рязанского регионального отделения ЛДПР. На нашем сайте полностью весь график, где поезд проходит, по каким районам Рязанской области, во сколько, где останавливается. Еще раз скажу, что в городе Рязани 30 апреля в 20.00. Будет раздаваться сувенирная продукция. Вот я специально вам в подарок принес даже, вот будет у нас раздаваться семена, грядка Жириновского, все, кто придет. Часы, футболки, ручки, дезодорант, зонт, рюкзаки для многодетных семей и малоимущих. Мы раздаем для того, чтобы детей можно было подготовить к новому учебному году. Я приглашаю ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, многодетных матерей. Все приходите, потому что для данных категорий ветеранов боевых действий от Владимира Жириновского у нас есть отдельные подарки. Поэтому все, кто будет приходить на станциях, вот такие категории мы с 9 мая будем поздравлять. Ну и самое главное, я всех еще раз прошу. Не надо никого бояться. Не надо думать, что абсолютно ничего нельзя в своей жизни изменить. Мы не теряем уверенность в себе и мы готовы к борьбе за права наших жителей, жителей Рязанской области, только потому, что мы чувствуем поддержку со стороны граждан. 10 сентября 2017 года состоятся выборы нового губернатора Рязанской области. Поэтому ЛДПР тоже будет принимать участие в этих выборах и на наших станциях мы в том числе этот вопрос будем обсуждать. Александр Николаевич, большое спасибо, что сегодня нашли время для того, чтобы прийти к нам в студию. Спасибо вам. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Ну а нашим телезрителям мы желаем всего самого наилучшего. На этом наша программа подходит к концу. Увидимся в следующих выпусках.